Всем привет, друзья! В этом видео я вам расскажу, что такое Фактор Фу. И вы переосмыслите свое отношение к играм и построению уровней, сложностей в них. По-другому будете смотреть на игры, те, которые играли. И в будущем, когда будете играть в какие-нибудь игры, вы будете понимать, почему так игра построена, и что в ней происходит, и для чего. Буду читать статью, старую, 2014 года, в которой один из разработчиков рассказывает, что это такое. По его мнению, создавая игру, не стоит делать ее во всем милой и пушистой. Должно быть место и для ненависти. Если игрок ненавидит игру, это значит, что он испытывает очень сильные эмоции по поводу нее. Это вполне может значить, что он также немного ее любит. Уровни сложности. В ходе работы над проектом было переработано множество вариантов роста сложности. Пробовали постоянно повышать сложность, по аналогии с прямой, которая расположена под углом в 45 градусов по отношению к оси Апциз. Экспериментировали с экспонентой в сложности, напоминающей хоккейную клюшку. В итоге, в ВУГА пришли к линии, утыканной пиками. ВУГА это компания, о которой представляет человек, который всю эту статью рассказывает. Пики представляют собой очень сложные уровни, которые замедляют движение игрока по компании. Проблема в том, что на этих этапах процент поражения игроков доходит до 95%. Сразу после сложных уровней идут долины, более легкие уровни, на которых игрок получает передышку. Также ВУГА добавила билдап уровни, сложные этапы на склонах, ведущих к пикам. Вводить пики и билдап уровни не стоит на первых этапах. Однако, это не значит, что игра с самого начала должна быть простой. Игроки должны проигрывать, они должны проигрывать даже в самом начале. В ином случае, они подумают, что игра для детей. Фу-фактор. Главное при создании подобных ощущений, правильно сбалансировать фу-фактор. Его формула выглядит следующим образом. Число попыток до победы, разделенное на когда игрок почти проходит уровень. Чем ниже фу-фактор, тем более мотивирован и вовлечен игрок. К примеру, игроку необходимо 100 попыток, чтобы пройти уровень. При этом, только 5 раз случается момент, когда игрок максимально близок к победе. В этом случае, фу-фактор равняется 20. В другой случае, игрок 25 раз почти побеждает. В этом случае, фу-фактор равняется 4. Конечно, в последнем случае, уровень будет выглядеть более разочаровывающим. Но разочарование более крепко приковывает к проекту. Не бойтесь разочаровывать игроков. Смотрите на данные и игнорируйте нытье пользователей. Он также добавляет, что все уровни с фу-фактором выше 10 нужно из игр убирать. Удача. Игроки могут списывать на удачу свои проигрыши. В этом случае, они продолжат играть даже при прохождении сложных пиковых уровней. Более того, игроки чувствуют невероятный эмоциональный подъем, когда проходят подобные уровни. Впрочем, дизайнеры также должны любить удачу. Она ускоряет прогресс слабых игроков и ставит палки в колеса тем, кто сильнее. Забавно. Но при этом, игроки хотят верить, что выигрывать им помогает не удача, а их собственный скилл. По этой причине, они морально готовы к игре, где прохождение уровня будет зависеть только на 50% от их удачи. В свою очередь, разработчик отмечает, что он более заинтересован в игре, в которой все зависит от удачи на 70%. Для компенсации необходимых 20% надо прибегать к хитрым уловкам, чтобы игрок считал, что от него зависит больше, чем на самом деле. Так называемые фак-я моменты. Это когда все начинает работать в пользу игрока при прохождении уровня, который еще пару мгновений назад казался проигрышным. В качестве примера приводят череду комбинаций на почти проигранном уровне. Подобный опыт рождает в игроках надежду на чудо при прохождении следующих этапов. Надежда, в свою очередь, очень сильный мотиватор в плане вовлечения и удержания. Фак-я моменты рекомендуют размещать в игре на ранних этапах, тем самым инвестируя в удержание пользователей на гораздо более сложных уровнях в дальнейшем. Еще одним важным достоинством таких моментов является то, что ими любят делиться. Главные советы звучат так. Делайте игру сложной, оставьте ее казуальной, сделайте так, чтобы в игре больше зависело от удачи. В целом World of Tanks подходит под эту статью полностью. В ней очень много раздражающих факторов и пригорает очень часто. Также есть моменты, когда ты неистово нагибаешь и просто вообще капец, и получаешь от этого удовольствие. Все это зависит от везения так называемого ВБРа, которого в игре тоже куча. Но почему же все-таки онлайн падает и популярность тоже? Все потому, что игру все равно нужно развивать. Буквально даже маломальские баги в игре нужно исправить, а не добавлять новые. Кривой прицел был, он стал еще кривее. Добавили кривые рельефы, которые непонятно вообще там контур врага видно, не видно, исчезает. Какой-то засвет кривоватый стал. Пропадают звуки попаданий по твоему танку. И в целом новых режимов нет и игра стоит на месте. Кроме как добавить танк в игру про танки, ничего не изменилось. Причем все танки, которые добавляют, это в основном премиумные. Вот в принципе и все. Развития никакого нет. Да, окей, в игре много ВБРа, удачи. Типа за счет этого скилл слабых игроков подтягивается вверх. Скилл хорошо играющих игроков спускается немного на низ. Плюс еще за счет везения получаются такие фак-я-моменты, когда ты всех нагибаешь. И в целом большую часть времени тебе сложно. То пригорает от того, что повезло-не повезло. То пригорает от арты, то от команды, то еще от чего-то пригорает. И в целом сложность в игре высокая. Но не за счет того, что там надо какие-то сверх комбинации, комбо делать или тренироваться много. А за счет того, что ты против этого ВБРа и всяких негативных моментов в игре, просто не способен противостоять. И ты тупо плывешь по течению, используя те навыки, которые ты наработал и просто делая то, что ты можешь. И наслаждаться тем хорошим моментом в игре, который игра тебе предоставила и ты просто за ним наблюдаешь. Вот в принципе и все. Забыли только одно. Развивать игру и исправлять баги. Всего-то делов. По факту эта статья очень довольно таки хорошо работает. Есть такая интересная игра, Survarium называется. Шутер от первого лица. В нем я не наблюдаю никакого такого эффекта фу. Потому что там отдача у оружия не рандомная. Там отдача фиксированная. У каждого оружия свой рисунок отдачи. И научившись на каждой пушке стрелять, ты реально научился стрелять. И ты просто четко стреляешь плюс-минус, насколько ты научился. Но игра вообще не популярная, в нее никто не играет. А вот если бы там какая-то была бы стрельба, как в пубге, с рандомной отдачей. Я думаю в нее бы играло больше людей. Потому что слабым игрокам это давало бы возможность иногда убивать. Чаще. А сильным игрокам это давало бы возможность не так часто нагибать. И из-за этого появилось бы больше всяких таких факья моментов. Когда ты всех раскидываешь направо и налево. Но они были бы редкие и ты бы их ценил и интерес к игре бы повышался. Как все интересно и забудено. Досмотрели до конца, значит вам понравилось. Ставьте лайки, делайте репосты. Играйте красиво. Всем пока.